МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толерадую компании Гомелю, студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ух этим выпуском. Диалог с уладой старшиня гомельского облаканка Молодимир Дворник провел прием грамадян по особистых пытаннях. Вясна и Великая Вода – поводка значена у сями районах в области. Разом мы мацнейшая день, яднанья народа в Беларуси и России отзначили у Новозыпкове. А зараз об гэты меньшим больш подрабязна. Старшиня гомельского облаканка Молодимир Дворник провел сенне прием грамадян по особистых пытаннях. Сиротых, кто вырошусь вернуться до Владимира Дворника – жихары гомельского, рахачовского, калинковицкого и мазырского районов. А в чём ишла размова ведают наши корреспонденты. Частко узнятых проблем отрымалася выршать яшеды початку приему. Садзейнішыня у прасулаткаванні, устанока дорожных знаков и оформлення опеки над неполнолетніми. Гэтыми пытаннями занялися мясцовые улады. А вось у Ирины Тихинской з гомельского района назапасюся цэлы комплекс проблем. Землеупарткаванні, вот запіцпячэнні, санітарны контроль. У 2060-м жаншына набыла будынок былого сельскага клуба увёзцы Будатін. Тады яна плановала зрабіць яго жылы дом, але не реалізавала гэту ідею до опошнага часу. Каже, што перешкаджае цэлы шэрых фактарав, але самая галунная надумку уладальніцы будынка – необходна перанести дорогу, якая проходзіць побач. С моей точки зрения, надо выровнять этот участок. Почему? Потому что, прежде всего, его неудобно обрабатывать. Там трактор не может ровно ездить, там лошадь не может ровно его перепахать. Это одно дело. С другой стороны, думаю, поскольку гибается дорогой по полукругу, то, по большому счёту, там постоянная угроза для пешеходов со стороны приезжающих машин. А в наявності дороги Каля Буденка жаншына видела ище с моменту его набыця. На её думку, перанос допоможен не только выровнять межучастка, але и повележить его тэрэторую. А прача таго жаншыну хвалюю правомерность проведения вязковцами доброупарадковання зямель агульного корыстання. А так само законность размещения водопроводного колодяжа и линии электропередач. На перед днепрыёму у Будатин выезжала комиссия с 14 специалистов и депутатов. Владимир Дворник Перкананы при принятии кончаткового рашэня необходна денежать у рамках законодавства и не причиняючу шкоду суседям. На выражение проблемы отводится 10 дней. Не разделитесь, что там с водопроводом, с дорогой, где кинуть это кольцо, где его сдвинуть, ставьте коммунальное хозяйство, дорожники сделают эту дорогу и снимут проблему. Нашли правду. Я бы наоборот рад, что пришёл сюда человек жить к вам. Одночасовый керавник региона дал доручение на видозвёзку специальной комиссии, в состав которой будут включены депутаты всех узровневых, от Сельского совета до Национального схода. Ей задача – сустриться с усими зацикавленными боками. Олешин Цюрова, Ольга Коновалова, Валерия Панько, телерадокомпания «Гомель». Як открыть свою справу у сферы розничных аган для обограмадского харчаванья? И какие льготы истнуют для нерегулярных перевозчиков? Юридичную консультацию у Мазыры смогли отримать представники бизнеса Полесского региона. Областная рабочая группа по отломаченне новых правилов ведения бизнеса протягивает свою работу. Подробязности в наступном материале. Расломачивайтесь тонкостью новых законопроектов гражданам, які уже ведут свою справу и тим, хто только плануя заклика на семинары за делом областной рабочей группы. Черговая встреча пройшла у Мазыры. Декрет под счастливым номером 7 повинен истотно повпливать на экономичные махчимости малого и среднего бизнеса. Для открытия своей семейной справы, например, зараз достатково подать оденное оповещение у виконкам про службу «Адно окном». Его можно отправить по почте або с допомогой портала электронных послуг. И уже на наступный день приступить до працы. Агольные потребования до пожарной безпеки санитарного стану, аховы навокольного осердзе и ветеринары максимально систематизованы и скорочены, але их выконание вядома обовязковое. Новые документы дадуть махчимость бизнесу по максимуму знять администрационные барьеры и уличить усе пожадания своих клиентов. Наприклад, сходить у минулые обовязковые потребования об оформлении дорожных листов для перевозок пассажиров и багажу при нерегулярных перевозках. Особливый режим податка обкладанию серыгань для громадского харчевания и бытового обслугования для населенных пунктов, где проживая меньше за 10 тысяч человек, уводить указ президента номер 345. В соответствии с нормами указа 345 на сегодняшний день сняты ограничения по расширению торговых площадей для юридических лиц, доля которых в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров за предыдущий финансовый год превышает 20%. Указ, продугледживая вызволение субъектов господара, не одни которых видов податков и арендной платы за участки, которые находятся у державной властности. Особливые льготы для широконаселенных пунктов продугледжены так само указом Гомельского облвыконкама номер 229, с яким можно ознайомиться на официйном сайте органа Улады. Алиса Пярова, телерадиокампания «Гомель» при допомозе телеканала «Мазыр». На территории в области протягивается рост узровневого воды у реках, лидеры по худкости и путь сожи Днепр. У районе Петрикова Припять прибавляет по одним сантиметры за сутки. Однако уже зараз ее узровень перевышая небеспечную отзнаку амальна пауметра. Подадзенных областного управления МНС по водковыми и талыми водами подтоплены 12 участков дорог и 37 подворков. На передадне до потерпелых Петриковщины и Мазырщины дадалися территории ящепяти районов Добружского, Гомельского, Будакашалевского, Речицкого и Житковицкого. Транспортные зносины с населенными пунктами не порушены. Проезд по подтопленных дорогах махчимы на грузовиках, а так само на транспорте повышенной проходности. Мониторинг поводковой ситуации протягивается. Гомельское областное отделение Беларуского фонда МИРУ протягивает традицию святкования Дня Яднання у российских регионах. На это раз миротворцы разом с артистами наведали новозыпков. Олег Сенцеров об агульной истории, культурных здобытках и огученных пожаданиях. Як и жахары беларуского Гомеля, жахары российского Новозыпкова чекают на доходу стабильных теплых дён. На улицах яче засоется пошний снег, але на дворе становится все больше комфортным. Весна урече починается, и это саправды свята. Яще одна подстава для доброго настрою. Светкование Беларуского и Российского Дня Яднання Народов. Тем больше, что жахаров соседних регионов об агульной истории с 1919 до 1926 Новозыпков уходил у склад Гомельской губернии. А чуть подых таку часу можно и зараз в городе заховался жмат будинку в початку минулого ста годзе. Яще одна сторонка, якой могут гонориться обо два народа перемогу в Великой Чинной войне. Подчас у складания кветок, допомненька двочей Герою Советского Союза полковнику Драгунскому об этом находывается яще раз. У денег Великой Чины Алексей Пименов-Пиракананы перемогли тому, что были разом. И он, зараз гомельчанин, народился на Бранщине и в непомнении 17-х годов трапив у разведывания отрат славны. Брянская область, Гомельская область, Могилевская область, часть Витебской, часть Минской и Гродинской области соединились. Белорусов у Новозыпки выведывают добро. И сами россияне на гомельчане бывают часто. И простонники нашей краины тут жаданные гости. Некто приезжая по бизнесу справок, некто створая белорусско-российской семьи, некто учится в местном университете. Также у нас сотрудничает учебное заведение, это колледж педагогический, медицинский колледж с вашим учебным заведением города Гомель. Поэтому часто совместные поездки, экскурсии, это само собой равные условия, равные возможности. Центральная подея подчас святкования Дня Единания народу Белоруссии и России, совместный концерт, подобные мероприимства Гомельской областной отделения Белорусского фонда «Умиру» проводить в девятый раз «Червоная Горка», «Гордеевка», «Сурж», «Климова», «Злынка». Это те районные центры, где сустракали миротворцев. Непосредственно у Новозыпкови делегация у третий раз. Правда, все это у формат «Сусреча» унесли пыльные коррективы. В основном приглашена молодежь, приглашены студенты и учащиеся старших классов. Почему? Потому что мы считаем, что молодежь – это будущее. И от того, как мы их сумеем воспитать, направить, рассказать, что такое союз и как мы должны быть, и будет зависеть будущее. На сцене коллективы с Гомельской и Бранской областей один одного изменяют наученцы и студенты белорусских и российских установок класса. Хоть и без старейшего поколения еще ровно не обыходится. Народный ансамбль славянской и казахской песни «Ритмы сердца» Гомельского городского центра культуры выполняет песни на двух мовах. О бояковом узади не состоится никто, а аплодисменты уже не споняются. Мы, когда едем в Россию, мы берем белорусский показать свой репертуар обязательно. Первый блок у нас белорусский, а потом славянский, казачьи их песни поем, чтобы вместе что-то спеть. Больше две годины свято доброго настрою и соправданного одинства народу и поколению. Визит гомельских миротворцев у российских новозыпков завершается. Гости и господары кажут об необходимости заховывать агульную единость, жить у мира и изгоди, деля сучасных и будущих поколений. Мы, дети, хотим, чтобы вы, взрослые, сделали все, что зависит от вас, чтобы мы жили в мирном, трудолюбивом, едином, дружном государстве, обеспечивающем нам благополучную жизнь. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель», новозыпков Российской Федерации. Протягиваем выпуск. У «Гомеля» подвели выники городского конкурса «Левший читаж детячих книг». По доброй традиции он завершил тыдень детячей и юнацкой книги, який проходил у библиотеках у дни весновых каникулов. Про творчое свободное с делом юных читачов расскажет Вероника Ворошилина. Гомельская центральная городская библиотека имя Герцена уже давно перестала быть местом только для читания книг. Сегодня эта шматпофильная установа пропануя своим юным наведывальникам шматлики, интерактивные пляцовки, творческие споборницы, взаимальные квесты, познавальные встречи и другие интересные проекты. Городский конкурс «Левший читаж детячих книг» все лета в 12-й раз объеднают от гомельских школьников детей, которые широко любят литературу и не губляют до ее интереса, потому что отрывают бесценный скорб ведов от читания книг. Читать я люблю, больше всего читаю приключенческие истории, например, как люди попадали в прошлое и выбирались оттуда. Книги про волшебников. Узнаю о приключениях, как автономное выживание вести. Беру оттуда, как смастерить что-нибудь, например, селок для птиц. У финальном поединку спрочалися 10 претендентов, это первоможцы попередних, внутри библиотечных конкурсов. Детям необходимо было продемонстровать свою эрудицию, начитанность, артистичность в четырех литературных споборницах. Переодолить в опробовании наведания с места творов, створить оригинальную рекламу книги, представить театрализованное домашнее задание и выразно и творче прочитать незнаемый текст. Оцениваючи выступления, члены жюри и гоноровые гости мероприемства сошлись и у меркования. Сучасное поколение выбирает читание. Дети очень много читают, по крайней мере, в младшем школьном возрасте. Сейчас какой-то бум, даже не возрождение, потому что в наше время не было такого, по-моему, чтобы младшие школьники. Библиотека жалуется, что им фондов не хватает, что дети выгребают просто книжки, которые есть. С подростками, конечно, хуже, но с подростками всегда было хуже, там всегда провал в чтении. Но сейчас еще ситуация осложнилась тем, что они ушли в интернет. Свята отрымалась за сопроводы ярким. Его дополнили концертные номеры, а так само приемные подарунки от организаторов. При этом выбрать лучшего членам жюри было непросто. Новый туристический маршрут презентовали в Калинковицком районе. Пропанову для гостей увезцы Аутюки оценили представники профсоюзных организаций и туристичных фирм с подробностями корреспонденты телеканала «Мазир». Поглядите, здоровьица, добрый день вам, люди добрые от всего нашего Утюковского границей, дочечка моя, добрый день моя, рыночка моя. Сусветноведомая столица белорусского гумору запросила гостей на веселье. Ярко, самобытно и весело в Утюках презентовали новый туристический маршрут под названием «Припятская полесья». Это новая страница в жизни и в работе нашей усадьбы. Мы переходим к плотной работе с туристическими группами. Сегодня уже руководители предприятия, руководители профсоюзной организации предприятия может для своих работников организовать с нашей помощью тур выходного дня с посещением нашей усадьбы, ознакомить его с национальными традициями белорусскими. География нового маршрута для допытливых туристов, включая некольких полеських районов. Гостям пропонуют наведать музей лесу и музей деда Талаша в Лясковичах и знакомитый Юровицкий монастыр. А финальную кропку подороже поставить в Утюках. Ставку робят на национальные традиции, гумор и стравы белорусской кухни. Тон колоритному святу задаст творчок коллектив веселые аутюковцы. Приезжайте до нас, чтобы попробовать наших присмаков и балабейников, и в ушах котёточек, марфушек, и ладки от бабки обгабки. И все то, что любим мы сами, вас почувствуем. И так само нашей аутюковской рогатухой, якая поднимает не только настрой, а и еще на свете. Коли ласка, приезжайте до нас, будем рады вас видеть. З нами будет за все это весело и чудовно. Катярина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Перасыпкин, телеканал Мазир. Специально для телерадио компании Гомель. ГТ, а так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее у эфиры де-факто и спортивные огляды. Я с вами разведываюсь. До новых встреч у эфиры. Эфир телеканала Беларусь-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Очередное нападение на таксиста совершено в Гомельской области. Водитель жив, находится в Реческой больнице. Подозреваемый задержан. Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Накануне 17-летний Речичанин вызвал такси, чтобы навестить могилу родственников в деревне Стасевка. По приезду на кладбище изрядно выпивший молодой человек набросился с молотком на 63-летнего таксиста. Следствие не исключает, что место было выбрано не случайно и отрабатывает различные версии дерзкого нападения. Таксист вышел из машины и через некоторое время неожиданно получил удар молотком по голове от пассажира, который подошел сзади. Мужчину с переломом теменной кости госпитализировали. Для определения степени тяжести, нанесенных телесных повреждений, а также изучения следов на орудии преступлений и одежде назначен ряд судебных экспертиз. Вымывание грунта с токовыми водами канализации стало причиной чрезвычайного происшествия в гаражном кооперативе по улице Нововетренной в Гомеле. Сотрудниками МЧС было установлено, что произошло обрушение передней стены здания, а легковой автомобиль «Пежо» провалился под землю. Работниками МЧС при помощи крана была поднята кровля гаража, после чего аварийная бригада Гомель-Водоканала приступила к извлечению автомобиля и к работам по устранению причин неисправности канализационного коллектора. Гараж с нарушением требований нормативных актов был построен несколько десятилетий назад в охранной зоне канализационного коллектора. В месте проседания грунта на глубине 4,5 метров находится железобетонная труба диаметром 120 сантиметров. Никто не пострадал. Причина проседания грунта выясняется. Восстановительные работы продлятся несколько дней. В Ветковском районе спасатели также оказывали помощь автомобилистам. В деревне Золотой Рог загруженный песком самосвал одним колесом провалился в яму, которая образовалась в результате схода снега. После каждой попытки водителя раскачать машину и выехать из-за подни, крен только увеличивался. Пришлось прибегнуть с помощью МЧС. Спасатели извлекли большой груз из ямы без причинения самосвалу повреждений. У меня все. Благодарю за внимание. Оставайтесь на Беларусь-4. В Литве прошел первый товарищеский матч национальных сборных Литвы и Беларуси по мини-футболу. Несмотря на экспериментальный состав, в котором наша команда отправилась на выездные матчи, преимущество подопечных Андрея Толмача сомнений не вызывало. Как результат, уверенная победа 3-0. Стоит отметить, что в составе сборной Беларуси есть представители нашего региона. Три полевых игрока лидера домашнего первенства ВРЗ. Владислав Селюк, Евгений Чернейко и Дмитрий Рябцев. На счету последнего один из забитых мячей. Сегодня в Гомеле прошел Кубок Республики Беларусь и республиканские соревнования по спортивной ходьбе «Наши надежды». На старт вышли более 90 участников. Это сборная команды областей и города Минска. Они соревновались на дистанциях от 1 до 35 километров. Гомельскую область представили три спортсмена. В нашем регионе этот вид спорта не очень популярен. Однако именно Гомель во второй раз подряд принимает республиканские соревнования. Здесь в это время подходят климатические условия. Потом опять же он не сильно хороший город по спортивной ходьбе. Надеемся, что проводя здесь соревнования может кто-то заинтересуется и наоборот он станет какое-то в ближайшее будущее, появятся спортсмены, тренера здесь. Что касается достижений белорусских ходоков на мировой арене, то на минувшем чемпионате мира национальная команда заняла 9 место. На Кубке Европы в прошлом году наши спортсмены стали шестыми. Нынешнее соревнование в Гомеле является отборочным этапом на командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, который пройдет в Китае в мае этого года. В пятницу 6 апреля стартует Первая лига Беларуси по футболу. Участие принимают 15 команд. Открывают первенство гомельский локомотив и Орша. Остальные матчи пройдут в субботу. Мозорская славия примет честь, а ЮАС Житковичи сыграет на выезде с гранитом. Еще один клуб из области, Светлогорский химик, начнет участие в Первой лиге со второго тура. Тем временем футболисты Гомеля готовятся к игре с Могилевским Днепром в рамках чемпионата Беларуси в Высшей лиге. Напомним, что на старте наша команда сыграла в ничью со Слуцком 0-0, а ближайшие соперники обыграли Городию 2-1. Завтра состоятся очередные поединки хоккейного турнира развития. Идущий на первой позиции хоккейный клуб Гомель отправится в Брест, где проведет свой поединок с одноименной командой. Начало встречи в 19.00. В такое же время стартует матч с участием еще одного представителя области Жлобинского Металлурга. Столивары также сыграют на выезде. Игра с Лидой обещает быть увлекательной и напряженной, так как на льду сойдутся соседи по турнирной таблице. Хозяева расположились на второй, а гости на третьей строчке. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова